А вот раз уж мы упомянули этого персонажа... Персонаж прекрасный. То есть, натуральный идиот. Это вот тоже очень хорошо показано. То есть, человек, у которого очень много денег, по всей видимости, заработанных в IT. IT возникшее, оно, так сказать, из ниоткуда вынырнуло. Никто... Я в детстве все фантастические книжки читал. Много. И, в общем-то, там все про технические достижения. Масса всякого была предсказана. Например, типа телефонов, часов. Масса телефонов... Они все были в часах почему-то. И орали на всю округу. А до телефона как-то не очень додумались. Что я не хочу, чтобы окружающие слышали, с кем я там разговариваю. Могут ли часы говорить? Мои могут. Но я через них никогда не говорю. До находящегося при тебе прибора додумались. А вот что в нем будет? Какие приложения, например, пробки на дорогах смотреть? Этого нет. Не было. Блин. Массу всего придумали вот сейчас по ходу. Напридумывали такого из таких количеств, что это, во-первых, со страшной силой продается. А вместе с этим есть система сбора денег, что ты можешь задонатить кому-нибудь копеечку в любую секунду, вообще не задумываясь. Чудовищные потоки бабла, чудовищные, натуральные. И с этого представители IT вспухли так, что туши свет. Все эти гуглы, фейсбуки, твиттеры... Их же там теперь четыре группировки в США осаждают непрерывно правительство. Потому, что у них очень много денег. И при капитализме они имеют чудовищный вес. Хорошо ли это? Это естественный процесс, что ты вот что-то придумал, условный. Цукерберг взял и построил Фейсбук. Возможно, что-то у кого-то притырил, это не имеет отношения к делу. Фейсбук приносит дикие совершенно деньги, и Ютуб приносит дикие деньги. А вот у меня деньги, надо что-то с ними делать. Как-то. И вот уже правительство вокруг тебя заплясало, и ты с правительством уже дружишь. Вот этот придурок, а он совершенно откровенный придурок. А давайте вот это, а давайте вот со всем уважением, потому что ты миллиарды можешь вложить в какую-то фигню. А давайте представители высочайших технологий, сейчас они запустят ракету и подвзорвут эту самую дурацкую комету. И вот ракеты взлетают, это великолепный момент. Там один спейс-шаттл попер, в котором Перельман сидит, и еще другие ракеты поперли. И все хлопают, как положено в США, там площадочка, мыска Наверал. Мы тут смотрим, хлопаем в ладошки. Красиво. И вдруг шаттл разворачивается обратно. Что случилось? Да! Тут выяснилось, что комета состоит из редкоземельных металлов, которые есть только у коммунистических китайцев. Которые нам их не дают. А тут, если мы ее подвзорвем на мелкие куски, вот мелкие куски упадут нормально. Планета выдержит. А там редкоземельных металлов на 49 триллионов долларов. А значит, это рабочие места. Там вообще ни о чем не думать примерно 50 лет или сколько. Я уж не помню. С этой кометы. Красота такая. Поэтому Перельман разворачивается. И все нормально. А правительство ничего не говорит. Еще денег дали. Еще денег дали. Да. Отлично. Очень. Очень натурально. Очень. А этот придурок хихикающий. Вот хихикающий придурок рулит процессами. А получается, что... Это тоже экзистенциальная угроза. Комета прилетит и сотрет человечество с лица земли. Не-не-не. Торопиться не надо. Возможно, денег заработаем. Блин. Не собраны никакие комиссии. Это тоже, кстати, про США как таковые. Никакие международные комиссии не собраны. Не позваны мегаученые со всего мира. Не собраны военные. Какие там заряды надо вести. Как взрывать. Что делать. Куда разлетиться. Давайте вместе посчитаем. Нет. Идите в жопу. Здесь мы главные. Здесь мы решаем все вопросы. До вас вообще никому никакого дела нет. Это тоже ускользает от внимания. Но весьма показательный момент. Угроза всему человечеству. Да. Но резвиться здесь будем мы. Спросили они каких-нибудь китайцев или индусов. А вы как считаете? Вот сейчас надо взрывать или надо дать упасть со сколком? Нет. Мы сами разберемся без вас. Это тоже прекрасно характеризует Соединенные Штаты. Там был маленький фрагмент по поводу того, что они отказались обсуждать это с кем-либо. И Индия, Китай, Россия попытались? Это потом уже, да. Что они там соединились втроем. Индия, Китай, Россия. С космодрома Байконур попытались что-то запустить. Оно взорвалось и не взлетело. А вот, кстати, в фильме точно не прокомментировали, что же произошло. Что-то произошло и не взлетело. Потому, что нам не надо, чтобы оно не взлетало. И оно не взлетело. Все понятно. Даже обсуждать не надо.